Всем привет! Это питомник Удачный мир. Поговорим о зеленых операциях на винограднике. Мы подходим к кусту и смотрим, что он, конечно, очень сильно зарос. Наша задача перед цветением, это самое главное, чтобы еще были выдвинуты, конечно, грозди, но еще до цветения. Это обязательно время до цветения привести в порядок, осветлить вот этот виноградный куст. С чего мы начинаем? Мы подходим к кусту и смотрим, зарос. Берем первую веточку, берем первая лоза. Что я делаю на первой лозе? Вот посмотрите, вот она у меня есть. Вот убираю. Если вы знаете, что это мелкоплодный виноград, то можно оставить две кисти, то есть две грозди. И я их оставляю. Теперь я беру и просто подвязываю. Это можно сделать, конечно, и степлером. Есть более профессиональные степлеры, но это уже старая привычка. Берем следующую лозу, подходим к ней. И смотрите, здесь вот снизу пасынки, снизу мешающие какие-то... Не видно. Для осветления мешающие вот мы убираем листья. Вот пасынок еще помельче, вот еще помельче. То есть все, что на уровне этих гроздей и выше, мы пасынки убираем. То есть убираем и убираем усы. И опять же беру и подвязываю. То есть таким вот образом вы видите, что у меня таким образом приготовилось. Дальше мы идем, смотрим, опускаемся ниже. Здесь очень сильно все заросло, и мы сейчас будем разбираться, что к чему. Вот смотрите, настолько слабая вот эта вот лоза, которая не выдерживает критики. То есть она нам не пригодится. Мы ее просто берем, представляете, и вот так вот убираем одним движением. А какие критерии того, что нужно убрать? Критерии такие, что мы оставляем наиболее сильное. То, что точно будет плодносить. Вот смотрите, ниже еще одна такая же слабая, слабая, слабая. Вот видите, она вот всего 20 сантиметров. То есть она нам тоже не потребуется ни в дальнейшем. Вот теперь обратите внимание, вот сейчас Алина держала рукой. Видите двойники? С одной почки двойник идет. Я просто беру и одну из них, более слабую, естественно, я убираю, а одну лозу оставляю. То есть здесь тоже вот смотрите, насколько все у меня осветлилось уже. Так, сейчас далее идем, следующую берем лозу. Смотрите, здесь что мы сейчас видим? Опускаемся ниже, ниже, ниже. Вот эту я бы сохранить хотела, потому что она, возможно, будет участвовать в дальнейшем формировании нашей вот этой, в этого куста. Вот это вот слабая, вот смотрите, тоже поднимаясь, вот буквально. А то, что там гроздь. Не надо жалеть. Вот это наша жалость. Все. А вот эту вот я оставлю, потому что, возможно, она мне пригодится для формирования куста осенью. Дальше мы еще поднимаемся. Вот тоже, смотрите, вот очень слабая, ну просто очень слабая. И вот я ее тоже убираю, вот таким вот образом. Дальше еще вот одна такая же слабая. Здесь вот где-то я ее сейчас плохо вижу. И то есть снизу у нас, смотрите, мы оголяем низ. Вот низ полностью оголяется. А вот этот побег. А вот этот я его уберу, потому что он, нам вот этот рукав не нужен. Вот этот бы и хорошо бы сохранить, потому что вот эта лоза достаточно слабая. И мне бы ее хотелось восстановить вот снизу, поэтому надо смотреть, как убирать ее следующее. Дальше мы что делаем? Вот эту тоже надо подвязать, пока не к чему, пока не к чему привязывать не дотянулось. Вот этот я сейчас уберу и привяжу. Вот этот я привязываю. Ну и опять же усы убираем. Усы убираем. Проходимся и убираем усы. Дальше. Вот, смотрите, вот тоже, смотрите, какой слабый. Вот вообще слабенький-прислабенький. Вот он какой тут. Почка, видать, была слабая, проснулась, но она нам не пригодится для дальнейшего использования. Посынкование еще раз покажи, пожалуйста. Посынкование еще показываю. Смотрите. Ты закрываешь рукой и не мешаешь. Я понимаю. Вот я беру лозу. Вот еще одна слабая убираем, чтобы не мешала. И смотрите, ну здесь вот нет, вот маленький пасынок и ус. Еще маленький пасынок. Не видно. Не видно. Сейчас, одну секунду. То есть пасынок убирается до грозди и после грозди. Хотя бы надо, надо, может, с этой стороны действительно. Вот. Дальше мы что идем? Смотрите, дальше идем. Идем, берем, немножко осветляем. Потому что сейчас будет, через недельку, а может и раньше будет, цветение. И надо хотя бы чуть-чуть осветлить грозди. Вот наши гроздочки. Надо их немножко осветлить, чтобы им не мешали листья во время цветения. Я убираю вот эти вот. Вот пасынки, смотрите. Вот. Вот видите? Вот перед гроздью, под гроздью. Вот такой. Вот до грозди и после грозди я убираю пасынки полностью. А потом, по мере, можно оставлять один лист. И убираем усы. И вот таким вот образом. Сейчас вы увидите. Сейчас я этот привяжу. Или уж потом привязывать. Вот. И посмотрите, как мы хорошо освободили. Вот тоже очень слабое. Да, вот это вот тоже слабое. Можно даже, знаете, как вот попробовать вот так вот убрать макушку. И дать ей возможности вот этой грозди, если вам уже жалко эту гроздь, попробовать оставить, будут выкармливать соседние. Вот. Здесь вот что мы еще не доделали. Так вот прям просится вот это бы тоже вот убрать. Ну, слабенькое. Вот видите, мы низ оголили. Низ оголили. Вот эту я оставляю, возможно, на новую лозу. На рукав на новый. И вот снизу вот у нас все оголенное. И вот здесь вот тоже, смотрите, рядом соседний куст. Низ полностью оголен. Он постарше немножко, да. Полностью оголен. Весь поднят. Весь привязан. Грозди осветлены. Получается. Усов нет. То есть, таким образом, мы полностью готовы и ожидаем цветения винограда. Видите, вот как тут у нас все, да, свободненько. Тут все хорошо, все подвязано. Все аккуратненько. Ветер теперь нам не страшен. И таким образом мы готовим виноградник к цветению. И вот. И мы, можно, в принципе, и продолжить. Ну, продолжаем в том же духе, в принципе. Поэтому тут уже ничего нового. Все, я уже рассказала. Просто сейчас это все подвязываю, убираю. В общем, основные твои пожелания. Основные пожелания. То есть, не упустить этот момент. Сделать подвязку, обрезку, осветление. Сделать до цветения. Это хорошо сделать бы в настоящее время. Далее. Это очень бы хорошо замульчировать. Ведь вы видите, виноградник замульчирован. Потому что непредсказуемая погода, или очень сильная жара, или холод. Но мульчирование всегда спасает виноградник от таких температур высоких, как вот нынче за 30. А после обломки нужна обработка? Вот после обломки, в принципе, до цветения, хорошо бы обработать виноградник от болезней. То есть, если есть возможность обработать, можно ридамил голд. И он очень хорошо работает. Это системник. И кто не пользуется химическими препаратами, пожалуйста, нынче. Мы решили использовать в работе препараты стимикс и фитостимы. То есть, мы уже обработали дважды их. Видите, что лист здоровый, в хорошем состоянии виноградник. Поэтому попробуем далее до конца сезона поработать с стимиксами. Это микробиологические препараты, которые позволяют содержать в порядке, в чистоте, в надлежащем виде нашей гроздочки, не болеть, питать. Должны увеличиться сахара в ягоде, в грозде. И отсутствие болезни. Будем пробовать выращивать в этом году гроздья винограда без химии. У кого останутся вопросы, пишите в комментариях к этому видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. До свидания.